Беларусь и Китай достигли самых доверительных отношений. Об этом в ходе встречи с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Джин Шеном заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что в лице Беларуси китайская сторона всегда сможет найти самого надежного друга и партнера. Пекин может рассчитывать на содействие Минска и в опросе продвижения своих интересов в Европе. Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Китай с государственным визитом накануне. Сегодня программой визита запланированы переговоры с председателем КНР Си Диньпином. Главы государств примут декларацию по основным программным направлениям развития Беларуси и Китая. В Москве проходят Дни Гомельской области. В деловом и культурном центре белорусского посольства собрались бизнесмены, промышленники и дипломаты. Потенциал Гомельщины представлен 30 предприятиями и компаниями. Регион презентует бизнес кругам российской столицы, свой экономический, инвестиционный и туристический потенциал. В регионе немало предприятий, представляющих российский капитал. Гомельская область активно участвует в межрегиональном сотрудничестве с Россией. Подписано уже более 70 соглашений. Результатом открывшихся в Москве Дни Гомельской области должны стать прямые контакты и новые инвесторы. До конца года в Беларуси заработает специальная система учета туристов. При помощи нее можно будет посчитать и тех путешественников, которые приезжают в страну без услуг туркомпании. Помимо точной численности туристов, можно также изучить длительность их пребывания, траты и интересы. Новая программа позволит вывести туристическую индустрию Беларуси на новый уровень.